Всем привет! Сегодня с вами поговорим о новом проекте, который называется Сайдера. С каждым днем мы все реже используем наличные деньги. Все чаще при оплате товара или услуги в наших руках оказываются банковские карты или мобильные устройства, поддерживающие функцию бесконтактной оплаты. Согласитесь, это намного удобнее. И если в странах развитой экономики это уже давно является нормой, то в странах СНГ это только набирает популярность. И набирает, нужно сказать, очень быстрыми темпами. Но в сфере криптовалюты стоит отметить другую тенденцию. Очень слабое развитие каких-либо способов оплаты для владельцев криптосредств, не говоря уже о бесконтактных. С этой проблемой сталкиваются все криптоэнтузиасты, но в какой-то степени решить ее взялась команда проекта Сайдера. Сайдера это платформа, позволяющая использовать криптовалютные средства для бесконтактной оплаты, задействуя при этом смарт-часы. Команда проекта отмечает высокий темп развития технологии блокчейн и возрастания популярности криптоактивов. Поэтому считают неизбежным появление такой платформы, как Сайдера. Ее запуск и реализация в полной мере сыграют большую роль в популяризации криптовалюты во всем мире и сделают ее использование проще. Особенностью этой платформы является устройство SmartBit. Само устройство внешне мало чем отличается от обычных смарт-часов, но тем не менее отличия есть. Основное это защищенность приватной информации и направленность на поддержку криптовалют. Именно использование криптосредств и будет основной функцией SmartBit. Пользователь этого устройства сможет отправлять либо получать биткоин, эфириум, а также другие монеты. Все эти процессы будут регулироваться специальным программным обеспечением. Планируется, что SmartBit будет выпускаться в трех вариантах – браслеты с сенсорным дисплеем, смарт-часы с сенсорным дисплеем, смарт-часы с сенсорным дисплеем многоуровневой защитой, распознаванием лица и биометрическим датчиком. Какие же функции и особенности будет иметь SmartBit? На самом деле их достаточно много. Защита от кражи, которая кроме стандартных способов защиты, таких как кодовая фраза, для подтверждения операции будет иметь биометрический датчик, а также систему распознания лица. При его использовании в смарт-часах отключаются все режимы работы, связанные с криптовалютой, и они просто исполняют функции обычных смарт-часов. Только владелец будет иметь возможность снова зайти в режим работы с криптосредствами. Еще одним интересным нюансом является запущенная командой в рамках проекта Сайдера децентрализованная биржа. Все владельцы устроя SmartBit смогут просто на своем запястье управлять процессами со всеми криптосредствами в рамках этой биржи. Когда будет запущен собственный блокчейн, устройство SmartBit будет выполнять функции mini-node, поддерживая сеть. Кроме основных вышеуказанных функций, SmartBit будет иметь более простые и распространенные возможности, которые оттого не стают менее необходимыми. А именно, отображение новостей на интересующую пользователя тематику, конвертер криптовалюты, возможность разнообразить свой вкус интерфейс, генератор кодов, погода, музыка и т.д. Также будет возможность устанавливать сигналы на изменения в ценах интересующих монет, а также мониторить ситуацию на биржах, открывать и закрывать позицию на торгах. Использование токенов. Токен будет реализовываться в процессе всех этапов сейла. Когда команда запустит собственный блокчейн, токены будут обмениваться на одноименные монеты. Разработчики нам обещают, что будет чем-то средним между биткоином и эфириум, такой себе смарт-монетой. Она будет использоваться не только для платежей, но и будет инструментом влияния на собственную сеть и ее экономику. Принимать или не принимать участие в токен-сейле каждый должен решать самостоятельно. Интересна ли эта идея для меня? Определенно да. И это тот случай, когда я бы стала одним из клиентов Сайдера. На самом деле устройство смарт-бит решает много проблем, связанных с криптовалютным платежом в реальном мире. И только из-за этого оно уже может быть востребованным. Но к тому же оно позволяет обмениваться монетами, токенами, а также торговать на бирже. При этом смарт-бит все время находится на запястье пользователя, а это очень упрощает эти процессы. Как по мне, интегрировать такие функции со смарт-часами очень удачное решение. Еще одним плюсом проекта я считаю команду и его советников. Многие из них уже не впервые принимают участие в блокчейн-проектах, а это говорит о присутствии необходимого опыта и навыков. Также хотелось отметить, что одним из партнеров данного проекта является IBM, что только повышает ожидания от реализации платформы Сайдера. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok